Казалось, чем мы можем удивить искушенных высокой модой итальянцев? Но даже на этот вопрос у нас есть ответ. Своей национальной культурой, которая воплощается через дизайнерские произведения. Валяние шерсти, лазоплетение и вышивка бисером. Все эти и многие другие традиционные белорусские ремесла интересуют известного итальянского дизайнера Лучано Банино в качестве трендов. Я смотрю видео в мире, какие техники используются в разных странах. Особенно, когда это касается традиционных работ. Как она переходит от традиционных к современным формам. Как мы сохраняем наши корни. Поэтому мне было очень интересно познакомиться с белорусскими работами. Ведь ваша страна очень связана с Сардинией. Маэстро не случайно прибыл в Бобруйск. В июле нынешнего года делегация наших мастеров приняла участие в международной выставке художественного ремесла в Магора. Любители хендмейда представили свое творчество и ознакомились с традициями Сардинии. А после посетили мастерскую знаменитого дизайнера. Теперь он сделал ответный визит. Есть материалы, которые меня очень интересуют. Солома, леон, шерсть. Которые, я уверен, мы можем использовать на современной одежде в виде аксессуаров. Вот как раз в ходе этого визита я хочу видеть, что я могу использовать в своей новой коллекции. Меня интересуют именно белорусские материалы. Итальянскому гостю продемонстрировали работы молодых модельеров. Студия стиль технологического колледжа. Вынесла на суд Кутюрье свои произведения. Коллекция пред-апорте 18-летнего дизайнера Виолетты Корзун, например, пошита исключительно из тканей, приобретенных на славянке. Это демисезонные материалы, трикотаж, джинс и букле. С ней девушка участвовала в битве дизайнеров на мельнице моды. Прошлогодняя коллекция, вы можете видеть, это у нас работа в стиле стимпанк. Значит, цветовая гамма, использовались украшения мощные в техническом стиле, в стиле стимпанк. Следующей точкой в модном визите стало посещение гиганта легкой промышленности, открытого акционерного общества «Славянка». Там Лучано Банино познакомился с процессом производства и вспомнил свою фабричную юность. Начинал он со швейной машины, а сейчас сотрудничает с ведущими домами моды Европы. Гость признался, он обязательно вернется в город, который так запал в душу. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360.